Так, запись пошла. Добрый вечер, Хасай Алиев. Вот сегодня у нас... Привет, привет, Алексей, привет. Ты, Алексей Чертохин, уже стал таким знаменитым. Я там посмотрел, столько-столько пишут в личке мне, что ты такой прекрасный человек, а еще и с юмором. Ну, молодец, молодец. Я очень рад, что мы с тобой делаем этот сериал. У нас сегодня этот, как бы, дебют. У нас сегодня 30-й ролик записывается. Ух ты. Совместный. Слушай, я как раз хотел тебе по ходу сказать. Потому что вообще метод-ключ, о котором мы говорим, ну вот до того, как был создан метод-ключ, очень много психологов, психиатров, которые работали с психикой человека, с неврозами, со здоровыми, с больными людьми. Они, в принципе, все вышли из гипноза. Они изучали проблему гипноза. Ну вот и Фрейд, и Адлер, и Юнг, и многие другие, и многие другие. Шульц, автор аутогенной тренировки, тоже из гипноза. Потому что в гипнотическом состоянии были какие-то события у человека происходили, которые в обычном состоянии труднодоступны. Ну, в гипнозе можно было провести сугестию, например, сказать человеку, что он теперь будет чувствовать себя лучше и так далее. У него происходила какая-то внутренняя трансформация. Ну, потом эти авторы ушли от гипноза, потому что они почувствовали, что не все вопросы там можно решить. И каждый стал заниматься разработкой своего направления. Фрейд пошел в направлении, он поставил доминанту сексуальности, и все изучал, и сновидения, и прочее, через вот эту вот пансексуальность, понимаешь? Ну, Адлер там, потом Юнг, они вот немножко разошлись с этим, потому что Юнг, например, увидел, что многие люди, они каким-то типичным для себя образом рассматривают себя и все окружающее в зависимости от структуры личности. Ну, короче говоря, я что хочу тебе сказать, что метод является продолжением автора. То есть, если Фрейда интересовали больше там сексуальный аспект, то Юнга, например, больше интересовала структура личности. Ну, короче говоря, да, вопрос заключается в том, что в конечном счете, в конечном счете создался метод Ключ, потому что он уже все-таки был выше всех этих контекстов, потому что он уже касался любого человека, независимо от его структуры личности, независимо от того, какие сны он видит, независимо... Почему? Потому что там, в этом методе, синхронизировано, синергировано все достижения и Фрейда, и Адлера, и Юнга, и Шульца, и других авторов, синхронизированы. Я понятно говорю? Да, это понятно. За счет чего? За счет того, что каждый человек, кто бы он ни был, кто бы он ни был, какая бы у него ни была структура личности, национальность, вероисповедание, вкусы, привычки, характерные особенности, независимо от этого, он мог использовать метод Ключ. Почему? Потому что именно Ключ обладает впервые, в сравнении со всеми другими известными методами, принципом подбора индивидуальных приемов и упражнений, и дан научный критерий, как любой человек может себе их подбирать, очень быстро, по скорости автоматизации начатого действия, то есть по существу там синхронизирующие приемы, которые создают многоуровневую синхронизацию человека и производят согласование его психических и физиологических процессов, согласуют его рацию, его ум, и физиологию, работу внутренних органов, согласуют все его сновидения, которые он видел, его цели, его стремления. Но для этого нужно было как раз эти много лет не работать, чтобы создать этот критерий индивидуального подбора приемов, чтобы каждому человеку подходило. И поэтому сейчас, например, вот мы будем делать вот этот марафон. И мы покажем, как подбирает каждый человек сам себе приемы, и там у нас есть и ключевой стресс-тест, который помогает человеку тут же определить, он стресс или нет, который одновременно с этим обладает обратной связью, то есть снимает лишнее напряжение. Там есть и разгрузка, которая позволяет человеку освободиться от всех эмоциональных напряжений и негативных эмоций, выйти на самого себя, то есть на такое состояние, но там такой легкий патригиизм, когда он смотрит на все отстраненно и лучше понимает, чего он хочет, и как этого достичь, и у него через... Вот самое главное, хочу сказать, там несколько стадий, но самое главное, самое главное, ну, во-первых, это просто и коротко, потому что это все основано на естественной природе самого человека, по которому ничего там наносного, чужого нет. Но самое главное, слушай, был и Хаббард, который, в принципе, почти дошел до этого, но потом он немножко сошел с ума, но это официально, официально известно. Подтверждено. И ушел немножко в сторону, но было, что он тоже этой разгрузкой занимался, а у него это называлось очищением, или как-то там по-английски называют. А кто быстрее, Хаббард или у вас был методик? Что-что? У кого быстрее была методика, у вас или у Хаббарда? Ну, у меня самая быстрая в мире, тут что говорить. Все. Самая быстрая, потому что тут вопрос, вопрос в другом. Во-первых, тренируемся мы подбирать приемы и использовать их с различными задачами и целями в зависимости от исходного состояния. Там есть принципы, правила, там впервые даны научные определения, что это такое, как это делать. И самое главное, самое главное, в отличие от принципа шаг за шагом, степ-бай-степ, там необычное правило, там правило индивидуального подбора путем перебора, то есть то, что получается, делаешь, что не получается, отбрасываешь. Это так интересно. Тогда ты выходишь на себя. Да. Потому что то, что тебе легко дается. И самое главное, там в основе философия, что человек творец по природе, ему мешает только стресс, потому что это перенапряжение, это перемоделизация. Да. И когда он научается регулировать свое состояние, на самом деле, оказывается, самое главное, научиться регулировать свое нервно-психическое напряжение, как на градуснике, значит, термометра напряжения, регулировать. Если ты не можешь о чем-то думать, так как ты хочешь думать, а тебе думается, только как ты думаешь, например, какая-то проблема, ты никак не можешь от нее отвязаться, а тебе надо в этот момент думать о произведении создавать или решить какой-то важный вопрос для себя, да, там как подбирать себе, вот это как искать волну радиоприемника путем перебора, и если обычные методы построены были степ-бай-степ, шаг за шаг, то здесь принцип сетка. Ты перебираешь эти приемы, залипаешь на какой-то, то есть вдруг в каком-то приеме ты чувствуешь, что это твой прием, ты применяешь рубашку там или туфли в магазине. Да, но самое главное, что там есть алгоритм, есть алгоритм, потому что некоторым разгрузку надо начинать, с разгрузки надо там пару недель делать, хотя бы 5, 10, 15 минут в день, там есть критерий, сколько надо делать, вот, а потом переходить на сихрогимнастику 5-минутку, а потом переходить на дробную сихрогимнастику, ну, короче говоря, человек делает то, что он инстинктивно в жизни делает, и так, и без нас, и без метода, и без никого, вообще, по своей природе. Я просто осознал, что он делает инстинктивно, и показал ему, что он может это делать сознательно в виде упражнений, и когда он проходит круг этих приемов, посмотри внимательно, проходит круг этих приемов, и через это у него вырабатывается осознанность, и он может теперь сознательно регулировать своим состоянием уже без упражнений и приемов. То есть, по существу, это переход на новую стадию его личной, собственной эволюции. Ага. Да, я говорю? Да, да, мне понятно. Если бы приемов попробовать, вот, например, мы с тобой в этом маленьком сериале давали то один прием, то другой прием, то третий прием, а он когда все их попробует, еще там парочку дадим, он их все попробует, и вдруг он поймет, а, вот оно, как оно оказывается. Оказывается, я это и сам могу, и сам могу так делать. Ну да, потому что он соприкоснулся со своей природой. Да. Своим маслом. Ну, на стадельном уровне. И там происходит то, о чем мечтал и чем занимался Юнг, например, там происходит, ну, я буду говорить сегодня современными словами, интеграция, интеграция расщепленных каких-то моментов. Вот если человек, например, подвергся психотравме какой-то, у него там какое-то очень сильное впечатление осталось, и никак вот оно не интегрировано в его целостность, не интегрировано, и оно как мозоль там сидит. Я уже своими словами думаю, чтобы понятно было. А на самом деле вся эта психотерапия строилась на том, чтобы интегрировать вот эту мозоль, как говорится, рассосать ее узелки в нейросети, как говорится с сегодняшним днем, развести, чтобы все выстроилось как надо, из этого хаоса возник порядок. Вот, вот по существу я вот метод ключи создал, чтобы из хаоса человек мог себе создать порядок, синхронизировать. Поэтому все наши упражнения и приемы синхронизирующие, они создают внутреннюю целостность. я думаю, да, я думаю, вот на этом ролик мы закончим, второй ролик сейчас запишем, уже я буду другие вопросы задавать. Давай. Давай. Все, давай. 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 Давай.